У Светланы Панфиловой ежедневно в 8 утра традиционный ритуал – сбор почтовой сумки. Посёлок Чурилович и небольшой, всего 120 домов. Её знают в каждом. Для кого-то здесь она и сама целый мир. А что ты мне за новость? Опять дожди? Да. Мне коснут трампы садить, а ты мне дожди не осьёшь. Ничего, посадите, Павел, начать на все. О работе сельского почтальона Светлана говорит с улыбкой и себя называет связистом. А иногда приходится быть и настоящим психологом. Света молодец, она может любые рецепты рассказать. Она же когда-то училась на повара, она столько много всего знает, подскажет, как и пирожки пять человек, что торопит. Да, Света у нас такая. Вот уже 23 года Светлана с сумкой на плече. И даже в век интернета и высоких технологий не считает свою профессию вымирающей. Бабушки ждут почтальона. Сидят дома, они никуда особо выйти не могут. То ноги болят, то ещё что-то. Приходишь, они спрашивают, что нового, где чего. Жители сельской местности читают газеты, выписывают газеты. Немного больше, чем жители городов, которым больше предпочтительный интернет. Тем более в деревенском доме ждут её не только с утренней газетой или письмом. Валентине Пархоменко почтальон приносит каталоги. С их помощью можно купить товары через почтовый сайт. Сегодня женщина выбирает стол, а Светлана оформит заказ. И посылку доставят прямо домой. Начали развивать активно, работать в рынке интернет-торговли. Мы открыли магазин, интернет-магазин белорусских товаров. Через наш сайт Белпочты можно заказать товары белорусских производителей. На сегодня мы оказываем, вот уже если так взять из статистики, мы в день оформляем порядка 500 заказов из различных регионов нашей страны. И планируем в дальнейшем выйти на международный рынок. Внедряя новинки, служба живёт своей жизнью. Сотни посылок и почтовых отправлений, тысячи писем. Обычная картина дня на главпочтамте. Для того, чтобы все обращения находили адресата, ежедневно трудится 26 тысяч сотрудников. А сроки доставки хоть и уступают моментальной интернет-связи, лучше в СНГ. Сегодня почта — это не только деловая переписка или ценная посылка, но и всё больше людей заходит на почтамту ради своего хобби. Это посткроссинг — новое глобальное движение, когда каждый может отправить открытку случайному адресату в любую точку мира. К международному проекту подключилось столько белорусов, что наша страна вошла в десятку мирового рейтинга поклонников посткроссинга. А это не только отличная возможность собрать уникальную коллекцию открыток, познакомить со своей страной, ну и дружба, общение. Ведь даже в 21 веке по-прежнему приятно получать написанное от руки послание. Татьяна Савчик, Юрий Лбовников. Наши новости. ОНТ.